Это продолжение моей дуэльной игры, в которой я играю за Японию против Египта. Если вы смотрите не сначала, а вот наткнулись только на эту серию, то рекомендую перейти к первой серии дуэли. Ссылка на неё появляется в верхнем правом углу. Начните смотреть с первой серии и продолжайте. Игра получилась длинной, поэтому она и разбита на серии. Всем остальным приятного просмотра. Всё, везде мечети куплены, да? Всё, караван можно в Киото. Нет, тут я дорогу хотел. Так вроде ровненько по очкам, но у меня реально ощущение, что я проигрываю почему-то. Не могу это объяснить. Тадж-Махал строит. Школы. Кстати, мне свобода будет очень в тему, потому что у меня будут специалисты сидеть и меньше жрачки потреблять. Вот так-то. Я вышел вперёд по наумке, просто я пошёл по нижней ветке, где дешёвые техи. А он там по верху, видимо, хочет... Он решил, что мы тут в развитии играем. Ааа. Кито? Кито? О, спасибо что. Я думаю, что у�� Perquèо. Надо не забыть воспользоваться великим писателем. Так, 3 хода до свободы. Интересно. Блин, 10 ходов. Да, нормально. То есть у меня сразу 2, а потом... Ну, я только опаздываю с выходом во рту. Вот в чем дело. В Токио, видимо, надо все равно посылать караван на еду тут. Хотя есть где кушать. Ладно, на производство. Так. Фабрика завершена. Ну, если я не продавлю... Легионам иностранным, то... Я ничем не продавлю. И можно будет сдаваться. Ну, вот где, видите, уголь. Походу, это единственный уголь у... У египтянина на карте. Золотой век закончен. Химию открыли. Если я сейчас использую, плюс 450. Нормально. Нормально. Остается 5 ходов. Тут я сейчас сразу начинаю пушки строить. А тут я ему пока не хочу показывать, что я пушки строю. Кстати, что делает он? Так же махал банк. Ну, и с деньгами и так у него все в порядке. Свобода. Что он тут носится? Так. Во-первых, жители быстрее. Во-вторых... Специалисты потребляют меньше еды. Перекупил все-таки Брюссель. 7 ходов. Субтитры создавал DimaTorzok Так, дорога проведена. Так, дорога проведена. В общем, он в союзниках всех городов-государств зачем-то. Хотя у нас дипломатическая победа отключена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, мне надо частично юниты распустить. К сожалению, на чем я просто не буду денег на апгрейд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот что в город-государство делают? Вот зачем вот это? Что это за плавание, блин? Так, мне Оксфорд нужен через 5 ходов. Ааааа, блин. Подстава. Так, легион через 4 хода будет. По городам расставил, чтобы денежка шла на содержание, чтобы ничего не тратилось. Стены. Банк. Надо еще вот тут дорогу сделать, на этой клетке. Видимо, я ученого сожгу, чтобы во рту выйти. Не буду его до победного хранить. Что у нас как-то так вместе иностранный легион, арта. Арбалеты, наверное, надо будет удалять нафиг. Продолжение следует... Бараки везде строит. Да, иностранный легион такая штука неприятная. Единственное, как-то надо будет мимо фрегатов прорываться каким-то образом. Я даже не знаю, как. Вот в этом проблема. О! Я могу спереть теху. Классно. А в прошлый раз убили у меня. Так, два хода до легиона. Три хода до арты. Так, а что это тут арбалет делает? Непонятно. А когда у меня тут великий человек? О! Соточка. Отлично. Будет очень в тему для аппа. А, еще и соточку я получу, использовав ученого. Это очень хорошо. А, еще и соточку я пошел. А, еще и соточку я пошел. А, еще и соточку я пошел. Я бы на его месте, кстати, фрегатами мне пушечки да пообстреливал. Но он почему-то не хочет. Так, Химедзи. Так, следующим ходом золотой век начнем. и иностранный легион появится. Сильно он еще меня опережает по науке? Ну, две техи это пока не страшно. Золотой век. Химедзи. Да, сейчас он мне несчастье, к сожалению, сделает. Так, где тут? Так, мне нужно... Давайте глянем. 1889. И 300. Где-то 2000. Ну, в принципе... Следующим ходом будет арта. Давайте после динамита навигацию откроем. А потом вот этих. Ну, то есть, чтобы с моря, если у меня не будет получаться, с моря как-то прессовать его. Ну, давай. Ну, давай. Ну, про... Ну, давай. Ой, блин. Так, это все нахрен удаляем. Так, этих можно поберечь на... на лансеров. Ну, догадался пообстреливать. Ну, ходи, ходи. У меня даже больше денег, чем я предполагал, что потребуется. Ладно. Ладно, пускай пока. В принципе, мне даже неплохо, что он тут вылез кораблями. Мне бы хотелось их уничтожить. Так, тут дорога уже есть. Смотришь. Дорога есть. очень хорошо напоминаю что японские юниты не теряют силу раненые что вот этому фрегату уже гаммовер должен настать а Так, давайте, наверное, апнем в кавалерию и попробуем пролезть. Пока подождем. У него только два фрегата было? Поехали. 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 А нефть-то ты еще не открыл? 2GIS – подробный справочник организации на 3D-карте города. Жители 273 городов в 8 странах мира ежедневно пользуются 2GIS. Телефоны, адреса, сайты компаний, часы работы, поиск проезда и схемы движения городского транспорта – все это внутри 2GIS. А мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия». Воспользуйтесь онлайн-версией прямо сейчас на сайте 2GIS.ru или скачайте бесплатно для Android, iOS и Windows Phone 2GIS, если быть точным. Да, тяжеловато тут, не спорю. Телефон Телефон Ну? Нет, пока не пойдем, не поплывем точнее. Я за Египет. Не знаю, я считаю нормальный хост. Мне он нравится. Подождем один ход. Вряд ли мне удастся ею воспользоваться. Вот в чем дело, к сожалению. Да, будем с этой стороны плыть. Нет, не хватает. Убил. Дождался конца хода. Хитрюга. Вот хитрюга. Ну, отступай. Ну, блин, ну. Не понял я вот этого, как он убил и чем. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, блин, вот одного я понимаю, как он убил, но второго... А, ну, одного тут все, теперь я понял. Ну, иначе никак. Так. Так. Сохраним на статую свободы инженера. Ну, передвигайся ты. Ну, ты, боже ж, ты ж мой. Что-то я ж тут уже вроде что-то... построил. Да блин! Ну. Да блин. Уже самолёты? Субтитры создавал DimaTorzok 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 На ровном месте теряю... Субтитры создавал DimaTorzok Куда надо... КОНЕЦ Ну я не знаю, что тут делать... Это просто какой-то хритата... Хритата... Ну вот и что... Стоял бы у меня тут в крепости иностранный легион, его бы очень долго надо было пилить... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, я еще, главное, еще до сих пор не проиграл, между прочим... Хотя я уже хочу сдаваться, потому что меня... Прям бесит вот это все... Так, по побережью я сделал дорогу... Так, по побережью я сделал дорогу... Ну убивайся, ну... Просто нет слов... Ну-ка... Ха-ха-ха... Ну-ка... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Отово пожаловать в Казахстан! Вот он подходит фрегатом, видит, куда стрелять, только тогда обстреливает, а следующим ходом этот фрегатик захватить. Ну что так быстро-то ход заканчивается? Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двадцать восемь у него столица. Отлично. У него скоро второй город будет размером как моя столица. Продолжение следует... Отъел обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас узнаем, есть ли у меня нефть. Потому что если нету нефти, то... Хотя я свои зеро могу там отбиваться... Все-таки они без нефти работают. Но бомбардировщики все равно нужны. Так, похоже, нефть все-таки есть. Так, рабочий. Рабочих у меня нету. Ясно. Так, что-то спер у меня. Отлично. 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 Ага. 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 Надо было копировать, наверное, контакт. Ага. 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 Это он купил что ли приватера, не пойму. А сколько стоят приватеры, 480, сейчас у него по идее не должно хватать. Продолжение следует. Продолжение следует. Какое я могу чудо построить? Барабудур не нужен, а Исофия не нужна. Блин, надо было конечно коммерцию принимать и строить. Этот. Стена. Стена. Струить. Биг Бен. Опять приватер строит. У него проблемы, он просто мой город этот не видит. Пока он его не видит, он не может обстреливать самолетами. Вместо того, чтобы посадить сюда шпиона, он юниты потихоньку сливает. Ну, я-то не против. Так, раз самолет, два самолет, три. Терри. 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 Терри подготовился. Терри. Терри. lı. Ну. Так, еще один ход у него будет строиться. Так, караван. А тут караван куда бегал в Токио, на еду давайте. И здесь караван, о как. Ну блин, ну. Все на еду. Тут тоже на еду. Тут на еду. И тут на еду даже. Так, следующим ходом надо будет ловить его капера здесь. А, блин, ну что я за лох-то? Ну давай, выпускай каперок. Поехали. 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 Пока поставим так. Ага, он поплыл. Меняйся. Залазь. Ага. Этот уже не так просто расфигачить, да? Ага. 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 Вот, блин, батлшипы пошли. Ну, это уже все. Так, тут, пожалуй, надо продавать все. Субтитры сделал DimaTorzok Да сколько у меня там самолетов? Да сколько у меня там самолетов? Так, ну вот мы загрузились примерно на, не знаю, часа на четыре у нас перерыв произошел. Ну и продолжаем, собственно, игру. В общем, я тут походил, подумал. Ну, единственный у меня вариант это прожечься, причем в пластик, чтобы пехоту получить. Иначе просто он меня будет самолетами выносить и захватит киота в итоге. Банзу Конго можно уже отдавать, это без вариантов тут. Так, нет, счастья, пускай пока будет. Он ее захватит. Банзу Конго у нас не жилец, потому что он уже строит эти батлшипы. Это вопрос времени только, собственно. Мне надо же строить сплошную пехоту и обставлять ею столицу. Потому что самолеты у него долетают только до моей столицы пока. Ну, вот видите, он уже повел юниты. Наверное, будет где-то здесь крепости ставить. Так, что у нас с инженерами? Ну, вот, собственно, и все. Без вариантов. Давайте-ка прожгемся. Шесть ходов. Один ход. Так, следующим ходом у меня будет пехота. И пехоту самолетами очень тяжело бомбить. Я вам честно скажу. Тут я отступлю пока, чтобы он... Блин. Что у меня из чудес есть построить? Эйфелева башня и Христо Претендер. Вот давайте воспользуемся инженерами. Три хода. Так, теперь пойдем, собственно, в самолеты. Знаете, что я сначала даже баллистику открою? Все-таки убил. Поздновато я. Видите, он уже так неплохо обстреливает. И, к сожалению, я вот тут не могу нормально обставить, потому что... О! Там побежала. Потому что он и батлшипами может обстреливать. Вот в чем проблемка. Он, конечно, хочет... Лансером вот отсюда пробежать и захватить. Все. О, неплохо так. Что он там апнул? Нет. Он апгрейдит вроде в самолеты. А почему мне не показывается? Да. Еще он проапгрейдил самолеты в бомберы. Видимо, надо и мне сжигаться. Хотя бы в антикрафт эти поставить. Вот так вот мы используем... Ученых. Зверски. Так, ну батлшип у него пока один. Но, блин, шестью самолетами все-таки... Пророк какой-то. Может купить еще. Наверное, дорого будет стоить. Да, дорого. Давайте хотя бы стены купим. Да, ну... Тут мне уже кажется... Без вариантов, честно говоря. Без вариантов... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девятью бомберами... Восьмью... И плюс еще файтер... Вы знаете, я вот думаю, что ключевым было вот это... То, что я проспал пикинера вот здесь... Ну, конечно, еще лаги вот эти отвратительные... Просто у меня было намного лучшее развитие, вот если я тут не потерял это... Пока я возвратил эти караваны, пока у меня тут все восстанавливалось... Ну и высадка иностранным легионам просто... Это просто невозможно было... Надо было, видимо... Как-то, не знаю... Я не знаю даже, что сделать можно было... Вот сейчас как-то вроде лагов нету... Все путем... Продолжение следует... Ну, тут уже... По-моему, нету смысла... Биться... Давайте посмотрим повтор... Ну, вот внутреннее море, кстати, было... У египтянина... Вон тут... Ну, тут вообще тундра, видите... Тут тундра... Как бы ставить город... Вообще ему не хотелось... Но тут... Этот... Барьерный риф... Деньги... Ну, вот... Вот он мне разграбил дорогу... Видите, сколько я потерял... Потому что пропустил копье... Сколько ходов я терял... Деньги, да? Так, собственно, все ровненько шли-то... Не сказать, что как-то... Ну, вот золото... Это он вот Мачу-Пикчу тут построил... Мелитаримайт... Ну, вот мой иностранный легион... И вот он... На воде, понимаете... Он проигран на воде... Потому что... Из-за лагов я его не мог убирать... Так, кстати... Наука-вход... Вот... Это действительно тут меня... Он должен был оперировать... Ну, вот продукция... Примерно... Постоянно ровненько... Интересно за счет... Вот это... Это фабрики он построил... А вот это я за счет чего так... Вот это, видимо... Этот... Статуя Свободы... Ну, вот... Эх... Так... Наука-заход... Ну... Да... Тут он меня опережал, конечно... Вот в чем дело... Вот нацколледж... Вот универы... Вот астрономия... Эти... Обсерватории... Ну... Одно время я все-таки его обогнал... Потом... Школы... Кстати... А продукция... Вход... Ну вот он тут... Надо было все-таки сначала выходить, видимо... В... Фабрике... Потом уже... Ну так-то вообще... Не сильно я отстаю-то по науке... Ну... В любом случае... Игра в развитии... Проиграна... Так что я тут мог... Как-то выровнять шансы именно... Войной... Но вот так... Так слитый... Иностранный легион... Видите... Мне никак не помог... Поэтому в итоге и... Проиграл... Что... Можно сказать... Но все-таки на запад-восток... Нужно ставить города как-то на море... Пытаться... У меня вот... Две последних дуэльных игры на запад-восток... Где у меня... Стоят города... Внутри континента... Мне не дает... Ничего... Так... Невозможно... Выигрывать... Не контролируя этот... Проплыв... Ну... Поздравляю соперника с победой... Вам спасибо, что до конца досмотрели... Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры... Спасибо, что досмотрели до конца... Я Леша Халецкий... Тот, кто сделал это видео... У меня к вам несколько просьб... Во-первых, не забудьте поставить лайк... А во-вторых, поделиться этим видео... Раз уж вы досмотрели до конца... Видимо, оно вам понравилось... Я вам буду благодарен... И это поможет распространению моего творчества для более широких масс... На этом все... Играйте в умные игры...